Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финнам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев и сегодня замечательная тема и не менее замечательный гость. Я начну как раз с представления моего гостя. Редко такие гости бывают в моей студии. Вот сегодня такой замечательный, да, я как уже сказал, волшебный день. Итак, сегодня в студии Сухого Остатка Оли Слотт Ханссон, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Саксо Банк. Добрый день, Валя! Добрый, добрый. Значит, мы сегодня будем обсуждать, как вы понимаете, глобальные вещи, тема эфира, назвали мы ее, мировые рынки, стратегии и риски. Но надо сказать в качестве информационного повода сегодняшней программы, мы взяли ежеквартальный экономический прогноз Саксо Банка, который вот только-только вышел, он у меня в руках сейчас. Я счастливый обладатель этой красивой, еще пахнущей типографской краской, как принято говорить, красивой книжечки. И вот здесь достаточно большая часть, как раз, часть этого прогноза непосредственно создана Оли Слотт Хансоном, который в то же время еще и считается бесспорным экспертом по рынку комодитис. Поэтому, уважаемые слушатели, давайте я приготовление все сделаю и мне хочется уже задавать вопросы, у меня их 520 штук накопилось. Уважаемые слушатели, я хочу сразу предупредить вас, у вас тоже есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте, повторю, такая возможность бывает не каждый день. Ну и начнем разговор, Оля, первый вопрос. Первый вопрос, ну давайте построим его, этот вопрос я сформулирую более широко. На ваш взгляд, да, ключевые моменты как раз вот этого прогноза на четвертый квартал. What are the key things in that fourth quarter report? Добрый день. I think the main issue is basically the whole uncertainty that we've seen, ну вот эта вот вся неуверенность, которую мы сейчас видим на рынках, все то, что мы получили во второй половине 2013 года, рост процентных ставок в Соединенных Штатах, который как раз и вызвал серьезную распродажу на развивающихся рынках, плюс вот эта непонятная позиция, раз на север, будут ли они сокращать стимулы, не будут ли они сокращать стимулы, проблемы с Конгрессом, где Обама не может договориться, вот практически вот этот факт, что они взяли в заложники всю Америку, США, вот, поэтому вот это все вот как раз и является основой этого отчета. Основа этого отчета, я понял. Тогда давайте начнем погружаться в детали. Вы, значит, упомянули только что, да, о том последние события в Соединенных Штатах Америки, неопределенность вокруг программы количественного стимулирования будут сокращать, не будут сокращать, но если мы говорим все же до конца текущего года, мы говорим о перспективах четвертого квартала, на ваш взгляд, как будут события развиваться? Ну, во-первых, мы видим замедление некоторое. Вообще тот факт, что правительство было приостановлено, но всего на пару недель, о чем это говорит? Это говорит о том, что влияние на рост четвертого квартала будет относительно незначительным, хотя рост будет ниже, чем ожидается. Вот, что касается именно вот этого подъема, процентных ставок, то есть ипотечные кредиты растут, и это бьет по росту ВВП, потому что людям приходится больше платить по кредиту. Соответственно, когда можно оплачивать кредит, у вас становится меньше денег, и поэтому мы ожидаем снижение росту ВВП, то есть общее замедление будет. Тем не менее, как начнется Новый год, то мы видим все-таки восстановление, будет прирост ВВП. То есть начиная со следующего года, я правильно понимаю, прирост будет? Да, начиная с следующего года, может быть восстановление ВВП. Ну, а если вернуться к рынкам, тем не менее, мы видели реакцию на последние события, когда проблема вот эта вот с государственным долгом, проблема с бюджетом, ну, временно разрешилась, мы увидели сразу позитив на фондовых рынках. Этот позитив продолжится до конца года, на ваш взгляд? Что касается ситуации на фондовых рынках, многое из-за того, какие данные мы получим, потому что вы знаете, что отчет о рабочих местах, о безработице мы получаем как раз после вашей программы. Да, сегодня в 16.30, да, совершенно. Вот, и это будет очень интересная цифра, на нее будут обращать особое внимание. А вот эта неопределенность в отношении долгового потолка, в отношении бюджета, это никуда не уйдет, это останется с нами как квадрат до окончания года. Есть некое общее ощущение, что подобных битв уже не будет у нас, потому что республиканцы поняли, им дали полностью, что называется, демократы тоже понимают теперь, что никто никого провоцировать особенно не хочет. Поэтому если и будут какие-то перетряски, то они будут более мягкие, не такие жесткие. Вопрос достаточно, потому что Обаме нужно финансировать свое здравоохранение, а Конгресс не хочет поднимать аналоги для того, чтобы обеспечить это финансирование. Ну, хорошо, я предположу, что в нос больше давать они друг другу не будут, но, тем не менее, повод для разногласий или повод для поиска компромиссера, оно остается. Проблема не решена, но так, чтобы точка, точка не стоит. Да, да, совершенно верно. То есть вот эти вот стычки, они продолжатся. Более того, прошло два года, это последний срок Обамы, и, как правило, последняя именно половина срока становится особенно сложной. И вообще, что-то сделать президенту становится фактически невозможно, потому что республиканцы надеются, что они выиграют, следующие выигры. Сейчас они не хотят действовать каких-то резких телодвижений, потому что они надеются, что они подождут, а потом они нагрянут с выборами. Понятно, что у нас будут среднесрочные выборы, и нужно будет тоже интересно посмотреть. С республиканской точки зрения посмотреть, потеряли ли они свой электорат за счет такой позиции в этот раз жесткости, ударят ли это партии или нет. Возвращаясь к экономике и к рынкам, собственно, я так понимаю, ну, и это, наверное, ожидаемо, что ВВП за четвертый квартал в Штатах будет несколько хуже ожиданий, ну, в связи с недавними событиями, да, и ориентируясь на текущую статистику. Это даст основание сохранить мягкую денежно-кредитную политику, и мы говорим о том, что господин Бернанке, да, тоже свой пост покидает в этом году, на его место там планируется новый кандидат, но пока это госпожа Елен, видимо. С этой точки зрения мягкая денежно-кредитная политика останется в силе, и на какое время, на ваш взгляд? Ну, вы совершенно правы, приходит новый председатель ФРС, госпожа Елен, а что успеет сделать Бернанке за оставшийся срок? Вопрос, никто не знает. Я прошу прощения, мне кажется, что он особенно ничего и не будет стараться делать, у него была такая возможность как раз в сентябре что-то сделать, он этой возможностью не воспользовался, и есть ощущение, что так мягко все и пойдет, и до конца года, и до конца срока, собственно. Да, скорее всего, так и есть. Он просто хочет спокойно досидеть, отдать это и все, и уйти. Поэтому то, что мы называем tapering, для сокращения финансовых стимулов, то это все передвигается на окончание первого квартала до 2014 года, учитывая все проблемы. То есть ФРС ни в коем случае не будет сейчас это делать, пока не разрешилась ситуация в отношении недолго, бюджета. Они ни в коем случае не хотят повредить этой ситуации, и они не будут это делать, до тех пор, пока не придет официально к должности нового председателя ФРС. Поэтому, считайте, первый квартал 2014 года. То есть, я еще раз уточнить хотел, да, первый квартал 2014 года, его окончание, мы можем уже, ну, как минимум, если не увидеть активных действий, то вновь услышать разговоры по поводу того, что необходимо постепенно сворачивать программу смягчения. Да, да. То есть пока, то есть они от этой мысли не отказались, естественно. То есть это вариант. Другое дело, что замедление, которое мы видим на американском рынке последние три месяца, это само по себе, естественно, поднимает риски того, что QE, то, что называемые финансовые стимулы вливания, продолжатся еще достаточно длительное время. И сокращение выкупа облигаций со стороны ФРС также откладывается на длительный срок. Хотя все ожидают отчета безработицы. Тем не менее, возможно, мы увидим по окончании первого квартала 2014 года какие-то движения в этом плане. Я понял. Спасибо огромное. Сейчас время прерваться. У нас, как всегда, новости на Финам.фм. Мы послушаем эти самые новости, а потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня в гостях Оли Слотт-Хансен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Саксо Банк. Мы обсуждаем тему, связанную с мировыми рынками. Будем говорить о рисках и выборе стратегий, в нынешние, по крайней мере, времена. И еще раз я проанонсирую, что вышел ежеквартальный экономический прогноз Саксо Банка. Всегда вещь очень любопытная, очень интересная, как минимум. Ну и, учитывая, что я не первый раз с коллегами из Саксо Банка в этой аудитории встречаюсь, вещь еще и поучительная и очень часто попадающая, ну, по крайней мере, на 90% попадающая в цель. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть интерес, а он, безусловно, есть, я уверен, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финнам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. Итак, мы продолжаем нашу беседу, Оля, и возвращаемся к разговору о политике Федрезерва. И очень хочется мне все-таки эти самые прогнозы слышать, слышать и слышать. Как вести себя в этой нелегкой ситуации, ну, мне и моим коллегам, как инвесторам, как спекулянтам. Итак, мягкая политика, денежно-кредитно-политика Федрезерва продолжит до конца года, и первый квартал следующего года может быть в чем-то, может быть в чем-то интересен с этой точки зрения. Развейте мы с базаром. Да, совершенно верно, именно так. И что касается действий инвесторов, что делать на таком рынке? Опять-таки, акцент делается на, опять-таки, рисковых составляющих, потому что политика монетарная, мягкая, от этого и выиграют прежде всего акции. Что касается рынка облигаций, то, что доходности сейчас немножко подсели, но это временное решение, то есть это временное решение. Если только, конечно, мы не увидим нулевого ВВП в следующем году в США, тогда облигации могут отреагировать, но какой-то рост мы все-таки будем видеть, то есть нулевого роста не будет, то есть низкий, но все-таки будет. Что касается рынков акций, несмотря на то, что они сейчас на рекордных уровнях, исторически они даже отстают последние 10 лет от рынка облигаций, то есть именно поэтому они становятся интересны. Вопросы, куда вкладывать в акции или в облигации, почему многие вкладывают в акции до сих пор? Вот если только история не права, то вкладывать лучше все-таки в акции в такой ситуации. Еще раз, если история не права? Да, но исторически акции у нас были отстающими от облигации, поэтому несмотря на хаи, все равно лучше вкладывать в акции. Ну так складывается в отношении с историей у человека торгующего, что он истории-то доверяет, на этом собственно постулат, один из основных постулатов технического анализа. зиждется, базируется, что... совершенно верно. История надо доверять с одной стороны, но вы поняли очень интересный момент. Почему? Потому что паника, которая произошла на глобальных рынках летом, помните, что произошло, когда начались разговоры о том, что все-таки будет сокращение стимулов, впервые, серьезные, и все думают, ну если это действительно произойдет, что произойдет, что будет, ну представьте, что сейчас вот раз, или там в первом квартале, или еще когда-то, я считаю, что теперь реакция будет гораздо более мягкой, такой истерики не будет, рынок уже готов, это уже учтено, вы знаете, что, допустим, трейлеры ненавидят всю эту неопределенность, и когда, естественно, что называется, когда покупают на слухах, и продают тоже, на страхах, да, покупают на фактах, вот, соответственно, сейчас уже, даже если вернуться разговора о сокращении стимулов, рынок отреагирует уже мягко. Оля, очень интересная тема, тема мне, мне лично, по крайней мере, очень близка, я хотел бы уточнить, когда мы действительно летом услышали вот этот первый посыл от Бернанки, да, что ребята, пора вроде бы уже лавочку прикрывать потихонечку, такие мысли у нас появились, действительно, рынки это сразу же, несколько возбудило, да, такие достаточно серьезные продажи, мы увидели, а что действительно вот в этот момент, ну, помимо страха пресловутого, да, в мозгах инвестора было, что, что бы изменилось, если бы, все-таки в сентябре, как обещали, да, постепенно начали сокращать, там, на 10, на 15 миллиардов в месяц, там, ну, еще, вот, что бы изменилось, ведь глобально-то, мягкая, мягкая денежная кредитная политика, да, все равно могла бы, могла бы не, так сказать, да, не измениться глобально, то есть низкие процентные ставки, нулевые процентные ставки. Тоже интересный вопрос, потому что, если бы сокращение началось, на те самые 10, 15 миллиардов, практически ничего бы не произошло, потому что рынок уже достаточно давно живет с этой идеей, это все учтено, и в каком-то смысле была бесплатная опция, то есть можно было начать сокращать, и рынок бы к этому был готов. То есть я правильно понимаю, что Бернанке в какой-то степени упустил возможность, может быть, ненароком, может быть, сознательно упустил возможность. Ну, учитывая тот факт, что Елен приходит у нас к правлению, в каком-то смысле, да, можно сказать, что упустил, но в 2014 году в любом случае мы увидим программу сокращения, то есть она начнется, потому что объем денег, который необходимо имитировать американскому правительству, становится все меньше и меньше, потому что видим, что ситуация улучшается. Нароке, если на фоне восстановления экономики ФРС не будет сокращать объем выкупа, они будут, по сути, скупать все то, что имитировано, то есть им нет смысла держать эту программу, поэтому рано или поздно это начнется в 2014 году. Далее, что касается той самой паники. Рынок, в принципе, уже привык к дешевым деньгам. Да, инвесторы все дальше и дальше уходят на рождающиеся рынки, чтобы найти ту самую доходность. Не просто развивающиеся, но на рождающиеся рынки. Вот. И, собственно, эти рынки больше всего пострадали, потому что начался отток денег, потому что рынки эти весьма неликвидны. Вот. И всякий раз, когда рынок неликвиден и происходит такая коррекция, деньги утекают из этих рынков, потому что их и так сложно вывести, поэтому они стремятся в основные рынки. Ну, мы как представители российского фондового рынка не понаслышке об этом знаем, мы с этим столкнулись практически уже несколько лет, наверное, наблюдаем именно эту ситуацию. В этом случае, заканчивая разговор, может быть, ставя точку или многоточие в разговоре о фондовом рынке, я правильно понимаю, что продолжающаяся мягкая денежно-кредитная политика заставит инвестора искать ту самую пресловутую доходность, и он посмотрит на рынки развивающиеся и зарождающиеся. Я, правда, не совсем понимаю, о чем идет речь, если можно, более детально это дело озвучить. Ну, и вожделенная вот эта вот идея привлечет опять инвестора и на российский фондовый рынок. То есть, можно так рассуждать? Да, на самом деле существует очень большая разница между развивающимися и нарождающимися рынками. То есть, развивающиеся рынки такие, как, допустим, Россия, они, по сути, одной ногой уже в развитые, они как бы переходные, а нарождающиеся, типа, как Африка, например, да, там, где только все, только-только-только начинается, только какие-то первые признаки, где очень высокие надежды, где ничего не развито, где можно вложиться, получить высокую доходность. Вот, поэтому инвесторы очень заинтересованы, то есть, прежде всего, наша инвесторная база, например, наши инвесторы очень заинтересованы в таких рынках, но на них тяжело торговать, предложений не так много, ликвидность низкая, лучше всего входить в них через биржевые фонды, потому что здесь можно распределить инвестиции, но, опять-таки, биржевых фондов, которые покрывают, допустим, рынки континентальной Африки, нарождающиеся рынки, не так много, вот, то есть, в каком-то смысле инвесторов становится слишком много на этих рынках, потому что вариантов не так много инвестировать, а желающих много. да, да, так, ну, с нарождающейся более-менее понятно, а с линии развивающих, все-таки Россия какое-то место более-менее достойное занимает в умах инвесторов, я не знаю, в рейтинге в каком-то, среди брикс? Россия, как мы уже видели, при ситуации повышения ставок в США, мы идем в движение по рублю, вот, мы помним, когда в феврале это началось, вот, и до апреля, в принципе, было такое достаточно положительное настроение, потом все начало ухудшаться, и летом, когда облигации начали расти, мы видим, что рубль сразу оказался под давлением, потому что рубль очень сильно зависит от этих всех событий, так вот, опять-таки, здесь все очень стандартно, Россия, это политические премии за риск, да, вопрос, какова роль правительства в инвестициях, крупные компании, нефтегазовые, в их способность работать, да, общая атмосфера инвестиций, то есть, поэтому многие российские компании, которые являются очень качественными, торгуются с большим дисконтом, по сравнению к своим аналогам на западных рынках, вот, и инвесторы сейчас, да, выходят из развивающихся рынков, и Россия здесь, в частности, также пострадала, что касается рубля, то он видится достаточно стабильным, потому что центральный банк имеет свой четкий мандат, борьба с инфляцией, инфляция уже упала, но проценты ставки пока не понизились, вот, поэтому сенсорной точки зрения рубль выглядит стабильным, и то самое керри-трейд, то есть разница в рублевых ставках, допустим, покупка рубля, продажа евро-доллара, корзины евро-долларовой, это дает им доходность 4% годовых, то есть на одном только керри-трейд, вы можете, на одной только игре на процентных ставках, поэтому вот это расхождение, дифференциал ставочный, он останется, вот, и это, поэтому инвесторам это нравится. Ну, опять-таки надо подчеркнуть, что он останется в случае сохранения мягкой политики, Федрезервом, ну, или там в Европе, в развитых странах, и сейчас пока наш ЦБ, к сожалению, да, для бизнеса, по крайней мере, российского, не собирается сокращать свою ставку рефинансирования, вот в этом случае, да, эта разница сохранится. Да, совершенно верно. Я прошу прощения, Оля, у нас время, да, мы сейчас послушаем новости еще раз, а потом продолжим, продолжим наш эфир. Итак, друзья мои, мы продолжаем сухой остаток на Финам.фм, обсуждаем сегодня стратегии, современные стратегии, современное видение мировых финансовых площадок, озвучивает мой гость, Оля Слотт-Хансен, стратег и директор отдела биржевых продуктов, брокерской компании «Саксо Банк». Присоединяйтесь к нашей беседе, вон в студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании «Финам.фм». Ну что ж, мы обсудили с вами, да, собственно, монетарную политику Федрезерва как минимум, это раз, далее настроение, ну, можно сказать, что сейчас, в принципе, на рынках достаточно высокий аппетит к риску. Да, это правильное утверждение. И связано это прежде всего с тем, что доходность по традиционным источникам не такая высокая, поэтому все ищут повышение доходности. Я думаю, это продолжится. Ну, ну, допустим, вопрос, сокращение стимулов будет отрицательно для акций или нет? Не думаю. Потому что акции растут на повышение экономического прогноза. И в этом плане именно акции являются на более безопасной инвестиции. Оля, Это правда, в какой-то момент мы так забавно пришли к выводу, ну, на первый взгляд, парадоксальному, что стимулирующие меры, да, толкают рынок акций с точки зрения спекулятивного капитала. А сворачивание этих стимулирующих мест, мер, да, на основании чего? На основании хорошей статистики экономической, вновь заставит инвесторов покупать рынок акций, потому что, если экономика растет, то априори и капитализация компаний тоже растет. Да, да, вот такой парадоксальный вывод. Парадоксальный вывод. Но это так и есть. И, знаете, бывает, что называется, когда высоко залезешь, начинает голова кружиться. Очень важно, чтобы не закружилась голова, потому что ралли был достаточно серьезным. Серьезным. СНП-500, да, делает исторические максимумы. В принципе, 1750 пунктов, он уже показал, кто-то говорит про 1800, а может быть, даже и дальше. Хотя, многие с 1700, я знаю прекрасно, этих людей, начинали его активно продавать, открывать короткие позиции, ожидая пресловутую коррекцию. Ну, или фраза такая не очень убедительная, уж очень сильно вырос. Как вы смотрите на на индексы американские, ну и на СНП, если можно? Ну, если только мы не получим отчетов, говорящих об ухудшении экономической ситуации, то тот факт, что у нас идут какие-то распродажи на рынке, это на самом деле вызовет дальнейший рост на новые уровни. Потому что как только начинаются распродажи, это все подкупается, подхватывается и выносится на новый уровень. То же самое доллар, сейчас, например, его продают. Почему? Потому что картина была очень положительная по доллару, правильно? Считаю, что доллар будет расти, сейчас она чуть менее положительная, да, и поэтому из лонгов просто выходит, из длинных позиций. По доллару то же самое может быть по акции, по рынку акций. Но до тех пор, пока не будет реального экономического замедления, причин ждать распродаж серьезных на рынке акций, нет. То есть, конечно, можно сказать, что это с ума можно сойти. Как же так? Как же такое вообще возможно? Именно так. то есть, но тем не менее, пока мы видим просто вверх. Именно так я многих своих коллег в очередной раз, да, вижу, когда они вот именно, именно такой жест показывают, охватывают голову двумя руками и говорят, с ума же можно сойти, почему же растем-то, растет Америка, почему растет Америка? Это же, это не укладывается, да, ни в одну стратегию, не объясняется, но тем не менее она растет. Вопрос следующий, Оля, вопрос следующий. Цитирую я вас, вот в этом самом последнем, о ежеквартальном экономическом прогнозе от САКСа Банка. Значит, фраза такая, решение не сокращать стимулы, возможно, дало толчок фондовому рынку, мы это обсудили, но сырьевые активы, пишите вы, подчиняются законам спроса и ценообразования, то есть, насколько я понимаю, вот цены на сырье, в данном случае, да, не будут участвовать в этом необъяснимом ралли. Ваше видение этой проблемы, да, ваше видение дальнейших событий на сырьевых рынках, в комодитис, пожалуйста. Вот, наконец-то. Наконец-то, моя тема. Моя тема. Ну, самое главное, что здесь стоит сказать, что в ходе QE1 и QE2, первых двух циклов, сырьевые, действительно, товары подросли на фоне спекулятивных денег, но в 2013 году мы видим, что соотношение спроса предложений начинает выравниваться и предложения начинают превышать спрос. Потому что, комодитис, допустим, драгметаллы, обычные металлы, сельхозкультуры, они все росли несколько лет. И на фоне этого производители начали увеличивать объемы производства и в итоге затоварили рынок. Поэтому сейчас всего много. Вот, и именно поэтому запасы сейчас очень высокие. То есть, нет такого, что какого-то товара не хватает. Их достаточно. Возьмите металлы, вот, в каком-то смысле нефти, тоже достаточно на рынке. Поэтому сырьевые рынки сейчас, конечно же, ожидают восстановления экономического роста. Если это будет, тогда сырье пойдет вверх. Далее. Еще очень важно сказать следующее. Мы видим расхождение между BRIC-странами, так называемыми, развивающимися, и странами ОСР, развитыми. То есть, мы видим, что, допустим, страны ОСР начинают восстанавливать экономический рост, тогда как наоборот, он затухает у стран BRIC. Так вот, но вы должны понимать о том, что спрос на сырьевые товары стран ОСР меньше, они настолько зависят от нефти, основных там сырьевых товаров для роста, чем тот же Китай или другие развивающиеся страны. Поэтому тот факт, что у него восстановление страны ОСР не означает, что сырье, это поддержка, она пойдет вверх. Просто им там этого не нужно. А им не нужно это потому, что произошло то самое затоваривание, или просто темпы роста не настолько впечатляющие, что действительно полного объема они, так сказать, не поглощают. Основная причина, по которой им не нужно всего этого, ну, то есть мы историю роста, это Китай, правильно? Китай потребляет практически 50% всех сырьевых товаров. И это было все в стадии строительства, рынок недвижимости, например, промышленного производства и прочее, прочее. Это уже все прошло. Вот, в ОСР это уже есть, инфраструктура есть, недвижимость есть. Для чего им нужны сырьевые товары? Только для производства каких-то конечных товаров. А здесь, конечно, они употребляют сырьевые товары, но не в таком количестве. У них нет какого-то «вот построим новый город», или «построим там новую кучу железных дорог». Такого не происходит в Европе, им просто этого не нужно. Если вернуться все-таки к разговору о сырьевых товарах, в частности, о нефти и нефтепродуктах, пресловутая сланцевая революция Соединенных Штатов Америка, ваш взгляд на эту тему, достаточно важную для России, по крайней мере? Да, но прежде всего, что это сделать, это стабилизирует цены на нефть, потому что спрос на нефть продолжает расти, особенно со стороны развивающихся страны, того же Китая. Вне зависимости от того, там 7% у них по ВВП, 9% по ВВП, неважно, спрос все равно будет сильный. Китай будет потреблять нефть, нефти продукты. По сути говоря, вот это сланцевая революция. Что это означает? Что каждый баррель, который производится в США, означает, что этот самый баррель не нужно импортировать. Правильно? Это означает, что они не только могут потребить внутри, но еще и экспортировать теперь из США. Это означает, что рынок станет более сбалансированным и стабильным, менее зависимым от одной какой-то стороны. Именно поэтому тот же самый бренд в среднем у нас торгуется 110 в последнее время. Да, достаточно долго уже. Да, совершенно верно. И вообще, тот факт, что у него такой объем добычи сланцевый в США, согласно ПАР, это одно из аналитических агентств, которые специализируются на нефтегазе. Они говорят нам о том, что, по сути, США становится страной номер один по жидким углеводородам на текущий момент. Если собрать все жидкие углеводороды, причем этот рост продолжится вплоть до 2020 года. И тогда уже, в 1930 году, Россия или Саудовская Аравия могут снова себе вернуть первенство. А пока США будут оставаться страной номер один по жидким углеводородам. Тогда вопрос, почему тогда цены на нефть не падают? Действительно. Здесь есть основная причина. Дело в том, что добыча нефти достаточно дорогая. И никому не нужна дешевая нефть. России нужна высокая нефть. ОПЕК, особенно после Арабской весны, требуется высокая нефть. То есть не ниже 100 долларов за баррель. Даже США, например, посмотрите, сланцевые, нефть, газ, они дороги, себестоимость достаточно высокая. Себестоимость, да, да. Поэтому никому не выгодно, чтобы нефть пошла ниже. И зачастую, кто ведет бурение, сланцевые нефти, мелкие компании, и им требуется банковское финансирование под бурение. Вот. А банку нужно обеспечить доказательство того, что они могут захеджировать свои продажи на несколько лет вперед. То есть они вынуждены идти на фьючерсный рынок и хеджировать свою будущую добычу. Поэтому, если вы посмотрите на форвардные цены, они на 10 долларов ниже, чем спот по нефти. То есть сейчас фактически сланцевая нефть добывается на уровне практически самоокупаемости, себестоимости. Поэтому, если нефть упадет ниже 100 долларов за баль, то только очень кратко. Она, скорее всего, будет держаться вокруг отметки 100. Я понял. Еще один вопрос. Ну, в вашей же теме, да, о комодитис мы говорим. Это рынок ценных металлов и золота. Я, если позволите, такое вступление сделаю. Опять возвращаясь к политике низких процентных ставок, ну, есть, по крайней мере, такое мнение, что долго, долго это продолжаться. Ну, даже не в этом дело. Если долго это будет продолжаться, то в конечном итоге это приведет к росту инфляции. Причем многие прогнозируют гиперинфляцию и так далее, и тому подобное. Естественно, в этой ситуации, да, интерес ни к рынку акций, ни к рынку денежному, да, тому же самому долговому, наверное, слишком высоким не будет. Все будут искать защиту от этой самой инфляции. Ну, и в качестве этой защиты традиционно мы рассматриваем драгоценный металл. Ну, золото, наверное. Кстати, варианты, что какой-то, так сказать, другой инструмент из разряда комодити, те же самые нефтяные, да, фьючерсы, или, может быть, фьючерсы на пшеницу, на другие товары, да, может тоже послужить защитой от инфляции. Вот на эту точку зрения ваш взгляд хотел бы услышать. Я с вами полностью согласен, во-первых. Исторически золото в последние пять лет, ну, вплоть до последнего года, приобреталось очень многими инвесторами, и включая профессиональных инвесторов, инфрациональных инвесторов в качестве некого хеджа от ожидаемого роста инфляции. Но мы этого не видим пока, инфляционного давления пока нет. Да, считается, что, может быть, через три, четыре, пять лет мы можем быть какой-то инфляцией, но пока ожидания уже такие мягкие. Несмотря на низкие процентные ставки, безработица достаточно высокая. То есть гораздо важнее это не то, что там прибавьте мне зарплату, а чтобы работу сохранить для среднего человека. И на фоне этого сырьевые товары, ну, помимо нефти, все ушли вниз, допустим, пищевые, все сырьевые товары тоже пошли вниз. На фоне этого тоже не видно инфляции, она не может быть. Правильно? Я прошу прощения, еще раз мы прервемся, новости послушаем на Финам.фм, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Сегодня в студии Оли Слот Хансен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Саксо Банк. Мы обсуждаем, ну, обсуждаем мы стратегические темы, мы говорим о мировых рынках в целом, и очень интересное мнение, Оли, по этому поводу. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. И мы продолжаем наш разговор, Оля, возвращаемся к теме драгоценных металлов, да, ну и опять, как воспринимать сейчас их в нынешнее время. Действительно, это какой-то инструмент защиты от чего-то, ну, в данном случае, вот, например, от инфляции, или это обычный рисковый актив, или это просто неинтересно для инвесторов уже стала история. Вот, что касается золота, то считайте, что это металл, который перестал блестеть в каком-то смысле. И особенно, учитывая последние проблемы в Конгрессе, золото чуть-чуть вернулось на фоне вот этого вот кризиса бюджетного. Но, опять-таки, золото вернулось в рисковый класс активов, так называемый. То есть, процентные ставки идут вверх, инфляция относительно низкая, инвесторы предпочитают иные классы активы, допустим, там, недвижимость или же акции. Вот, то есть, нет необходимости инвестировать в золото как таковое. То есть, золото, по сути, находится в руках технических трейдеров. Я понял. То есть, опять говорим о том, что золото не дает возможность зарабатывать, оно, в принципе, никогда не давало возможность зарабатывать, у него никакой реальной доходности-то нет, да? Учитывая, что есть альтернатива у инвестора посмотреть на рынок акций, на рынок, там, какой-то другой, он о золоте забыл. А особенно спасаться в нем сейчас не от чего. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Особенно, как вы совершенно правильно сказали, нет восприятия того, что золото спасает от какого-то риска, хотя это может быстро измениться. В частности, один из ключевых факторов распродаж, который мы видели в этом году по золоту, это прежде всего изменение настроений институциональных инвесторов. То есть, они не думают завтрашним днем, они думают через год, через шесть месяцев, с долгосрочными перспективами. Поэтому, если по какой-то причине мы не увидим восстановление и проценты ставки начнут снова замедляться, а не расти, тогда история себя запознает, и золото снова станет популярным. Тогда мы можем выйти на инвестиции в золото. С точки зрения именно трейдинга, большинство из тех, кто торгует золотом сейчас, в принципе, испытали на себе серьезные колебания в последние месяцы. И это связано прежде всего с неопределенностью. Непонятно, в какую сторону идти. Ликвидность также слабенькая сейчас. И не могут определиться, куда же оно все-таки пойдет, вверх или вниз. Так вот, если вы помните, в начале тринадцатого года все считали, что нужно пойти вверх. Вот. И все ошиблись. Теперь же уже практически прошел тринадцатый год, скоро четырнадцатый начнется. Кто-то говорит, допустим, золото будет тысяча, кто-то говорит тысяч четыреста с чем-то. То есть, снова расхождение. Я даже знаю, кто говорит тысяч четыреста с чем-то. Я почитал уже. Я почитал ваш отчет и увидел тысяч четыреста восемьдесят восемь, это пятьдесят процентов Фибоначчи от снижения. Да, 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 совершенно верно. То есть, мы сейчас находимся на некотором распуте. То есть, фактически, причин к абсайду нету, как таковы. Другое дело, что там если экономическая ситуация поменяется, то да, да. То есть, вроде как, и падение ограничено, но и причин к росту также нету. Поэтому, что касается вот этого года, то мы закончим на уровне тысяч четыреста двадцать пять, этот год. Это практически текущая цена. Практически без изменений. То есть, тысяч триста семьдесят пять чуть ниже, потому что, опять-таки, непонятно, будет ФРС сокращать, стимон не будет. Именно поэтому, пока они сами там не определяются, инвесторы на его не будут входить в золото. Я понял. Я понял. Хорошо. Значит, по поводу, да, трейдинга, тем не менее, наверное, действительно, золото сейчас с точки зрения каких-то активных спекуляций, да, этим инструментом не очень интересно. А что бы в качестве альтернативы вы могли бы предложить в таком случае? Вообще, вот, мне нравятся промышленные металлы. Поэтому, я думаю, что сейчас, например, по промышленным металлам история практически себя исчерпала, положительная. Мы можем видеть распродажи по меди, например, потому что ее сейчас очень много. Вот, если вы посмотрите, допустим, по динамике, допустим, на Лондонской товарной бирже, то же самое касается в Америке, то есть мы можем видеть распродажи, потому что медь последние два года была, практически перепроизводства нефти. Вот, если же вы не хотите уходить из золота, то нужно смотреть на серебро, например, на соотношение золота-серебро. Сейчас очень популярный трейд. Почему? Потому что серебро это не только институционный, но и промышленный металл. Его часто используются в производстве. Поэтому, если вдруг мы увидим замедление по меди, если программа сокращения ФРС не будет определена толком, тогда можно уходить именно в серебро. Еще одна деталь, говоря о коммодите, о промышленных драгоценных металлах, мы обычно смотрим прежде всего на Китай, как на рынок глобального спроса на эти активы. Индию тоже, наверное, можно поставить рядышком, но, опять-таки, только в отношении может быть золота. Так вот, два слова буквально, не так много времени осталось, два слова. Ваш взгляд на Китай как локомотив юго-азиатской экономики или локомотив мировой экономики, поддержит он спрос на сырьевые активы или нет, как Вы считаете? По поводу китайского поезда, то, если он был сверхскоростным поездом, теперь он стал обычной электричкой, считайте так, метафорически выражаясь. Это означает, что темп роста примерно 7,5% по ВВП могут уйти ниже, до уровня 7, может быть, чуть ниже. То есть, локомотивом, как таковым, как в прошлом, он уже не является. Тем не менее, конечно же, там идут серьезные инвестиции со стороны госсектора, то есть, спрос не исчезнет, ни в коем случае. Другое дело, что он не будет определять повышение цен, то есть, скорее всего, он будет просто стабилизировать цены. Я понял, что касается Китая, значит, вряд ли мы увидим с этой стороны какой-то активный спрос, который позволит ценам вырасти. Возвращаясь все-таки к инструментарию, вот, ваши рекомендации нашим слушателям с точки зрения активных инвестиций, на что вы сейчас рекомендовали обратить свое внимание и, значит, на чем, в принципе, можно зарабатывать сейчас, на ваш взгляд? Я бы начал продавать нефть, во-первых, бренд, начал продавать, то есть, добро у нее 110, потому что 110 это пик максимум. Дальше, если это произойдет, да, тогда я бы потом уже может быть перешел в лонг, то есть, после распродажи. Почему? Потому что у нас идет форвардная бэквардация идет, форвардная кривая находится бэквардация. То есть, поэтому, сейчас краткосрочная игра на понижение, но если мы уйдем до уровня 100, тогда оттуда можно уже уходить в лонг. Понятно. Длинная нефть, короткое серебро. Хотели бы рассказать еще про индекс волатильности, да, знаменитый ВИКС по этому поводу. А какие рекомендации? По поводу индекса волатильности, мы как раз с вами говорили об альтернативах золоту. Вот, вот. Да, и мы говорили о пшенице, нефти, там, какие-то фьючерсах. Нет, это не заменит золото, потому что, во-первых, хранить неудобно, раз, да, плюс индекс волатильности есть. Особенно в последнее время. Допустим, если у вас длинная позиция по акции, вы думаете, что волатильность будет идти вверх, вы можете просто купить индекс волатильности и ожидать его подъема, на этом заработать. Но в чем проблема? Мне не нравится такая стратегия. Почему? Потому что кривая волатильности по акции находится в контанге. Что это означает? Это означает, что всякий раз, когда ты переходишь, ты после него делаешь ролл, ролловер, ты начинаешь терять деньги. Поэтому здесь нужно очень четко выцеливать, если мы используем VIX в качестве хайжа, иначе можно погореть. Да, погореть бы не хотелось. Ну и еще есть пару минут все-таки, да, ваши рекомендации нашим слушателям с точки зрения ближайших стратегий на рынках. Все-таки что выбрать? Рынок фондовый, рынок товарно-сырьевой, может быть, рынок валютный. Что даст больше возможности заработать, Оля? Что касается краткосрочной перспективы, то мы считаем, что результаты по США в принципе положительные. Поэтому банковские акции, циклические акции, они сейчас себя показывают хорошо. В Европе автосектор чувствует себя очень неплохо. Поэтому то есть либо, допустим, хорошие, качественные корпоративные облигации, либо акции. Вот эти два сектора. А по российскому рынку не будет никакой рекомендации у вас? По российскому рынку акций? Да, вот у меня есть список особый, который мы отслеживаем. Это акции с высокой динамикой и справедливой стоимостью. Акции, которые наиболее сейчас скорее всего пойдут вверх. И, допустим, Газпром выглядит хорошо. Хотя в нем есть определенный риск выставляющий, но я думаю, что по Газпрому есть еще куда идти. Ну, кроме Газпрома Сбербанк, может быть, нет? Да, ну, не могу сейчас прямо сразу сказать. Я понял. В следующий раз. Спасибо огромное. Ну, я обещаю, что будет, да, я точнее ловлю вас на слове, что будет в следующий раз. Итак, друзья мои, я благодарю вас за внимание, благодарю прежде всего моего сегодняшнего гостя. Напомню, в студии Сухого Остатка был Оли Слотт-Хансен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Саксо Банк. Мы, собственно, встретились с Олей по поводу того, что Саксо Банк выпустил ежеквартальный экономический прогноз на четвертый квартал текущего года. Его мы, по большому счету, и обсуждали, ну, и обсуждали много других интересных вещей. Спасибо, Оля, за то, что нашли время. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынках. До свидания.